Ситуация с поставками угля в отдаленные села Павлодарского при РТШе разрешится в самое ближайшее время. Разрезы увеличили объемы добычи и отгрузки готовой продукции, задействовав дополнительные мощности. Об этом во время объезда приграничных с Россией населенных пунктов заявил глава региона Булат Бакаофф. Репортаж Салавата Тимурбуатулу. Зима близко. Твердого топлива на всех не хватает. К тому же этой осенью посредники взвинтили цены, которые доходят до 16 тысяч тенге за тонну. Для Тамары Шариповой такое топливо не по карману. Чтобы содержать дом в тепле, на всю зиму ей нужно не меньше пяти тонн. Туговато. В прошлом году у нас хорошо было, но нынче нет. Еще не привозили на продажу. По информации администрации Алакольского сельского округа, на сегодня углем у них успели запастись порядка 30% жителей. Задача номер один – помочь малоимущими пенсионерам. По углю частному населению мы содействие сельский акимат оказываем. У нас специалист отдела ЖКХ составляет списки. У нас есть договоренности с поставщиками угля. К соседним селе Валиханово, которое находится в непосредственной близи с Новосибирской областью, с углем тоже не все в порядке. Но тут есть и другая проблема. Часть местных домов подключена к центральной котельной. Раньше за нее отвечали российские железнодорожники. Так как по селу проходит транзитная ветка РЖД, здесь же находится их станция Тупик. Российская сторона решила передать котельную на баланс местного ЖКХ. Но что-то пошло не так. На улице уже минсовая температура, а отопления до сих пор нет. Не топят. Мы сидим двухэтажком, сейчас замерзаем. Вот так. Впрочем, как заявил Аким области, все проблемы сейчас решаются. Без тепла зимой никто не останется. Буквально вчера мой первый заместитель Турганов проехал в разрез. Талдеколь, Майкубей инвест, посмотрел, добавил два экскаватора еще, чтобы сократить очередь. И поэтому мы этот вопрос держим на контроле. В руководстве разреза Сары-Коль, которые помимо отечественного рынка по межгосударственному соглашению поставляют уголь еще и в Узбекистан, уверяют. Они не поднимали отпускные цены. Ажитаж вокруг печного топлива создали реализаторы. Одна из самых причин – это очень большие спекулятивные накрутки. Вот те люди, которые занимаются перевозками, покупая у нас с борта разреза за 3900 тенге за одну тонну, продают. Вот сегодня мне уже звонили, сказали, аж до 16 тысяч доходит. Ну, я понимаю, там человек, который занимается, он должен иметь какой-то маржур свою. Но в разы это же там получается даже не что, а 300% прибыли. Это же нереально, это уже не бизнес, это чисто спекуляция.